В Европе, что не год, все ранее и ранее начинают рыхтоваться до колядов. Уже середины кострышника появляются в пригоживании, которые густо намекают на то, что пора рыхтовать подарки. Но кажется, что и в Беларуси уже слышать колядные спивы. Вы спросите, где? Да и в Купаловском театре. Премьеру святошного зимового спектакля по водле оповести Миколая Гоголя «Ночь на коляды» подарывал гулядачам мастанский керавник Национального академичного театра имя Янки Купалы Миколай Пенигин. Вядомая кожному, еще со школьной программы «История про Аковаля в Акулу», «Пригажуню Аксану», «Чорта», «Паустала» перед премьерной публикой, веселой, яскравой казкой, полной песен, танцев, цудов и каханья. Святошный разудалый настрой у артыстов пановал не только на сцене. Маленькая девочка, я кукулик Виточка. Чагайте, надо меня вуз отклеить. Так вы ведьмарка? А что, не бачно? Ой, не бачно, коза до нас пришла. И чего только не сдарывался на хуторы, коляди Каньки у колядную ночь. У каждой салохи трапил народный артыст Беларуси Сергей Журавель, да и не он один. У Ганны Хитрык нечекана з'явилася коса до пят, а Павел Харланчук и вогулей перетворился у черта. Мусить складана быть не чистой силой, бо уже в антракте с Павла цякло у три ручаи. Я думаю, складана. Он же повинен по всюль поспевать, и там, и там, и гэтага спокусить, гэтага обдурить, гэтага наколоть. Такие повинны быть рухавы на контрасте с Вакулой. Вакулы же у нас такие кава. Все, что скажешь, я все сделаю, только отпусти душу на покаяние, не клади на меня страшного крыша! А-а-а, ось этим голосом заспевал немецклятый! Я мой! Но черт Павел у своих пригодах не был один. Панна Салоха за собистой ступой сыграла неопошнюю роль в этой истории. Ну, по-перше, роль, конечно, моя. Это безумовно. По-другому, у всех очень чудовно. Судовные репетиции, чудовный пинийин. Судовная атмосфера и вогулей спектакль. Гоголь майстер неверогодных пригод. Але Миколай Пенигин на тое и Миколай Пенигин, как узводить неверогодное у квадрат. Чего только варты полет в акулы и чертов Петербург, який маэстро подал як соправдный запуск космичной ракеты. Те, например, ход с вяльможными особами. Ляличная императрица и ее палац робили моцное уражение на фоне могутных запорожцев. А, пробачьте, я хотела сказать, на дворот. Зразумело, что полный маленок не склауся бы без допомоги коллегу Пенигина. Выдатная музыка Андрея Зубрыча. Чаровная сценография Зиновия Марголина. Смешная, подкресливающая характеры героев костюмы Александры Полидзе и вядома непараунальная игра актеров. Спектакль «Каска», спектакль «Фьеры», спектакль «Свята» взроблены просто деля того, как поднять глядачу настрой, а лишь и без основной идеи обвестись не могло. Деля соправдного каханья Каваль Вакула идет в полном сенсе на усе. Он просто любит и открыт к миру полностью. Всей своей огромной кузнеческой душой. Именно ведь так эта душа изменила гонористую прихожуню Оксану. На приконце спектакль окажет. Не треба мне человечки. Я и без человечка. Хэппи-энд. Амаль не засталось и на Беларуси народных карнавалов и маскарадные костюмы, а пронаем мы вельми редко. Так нехай же театр хоть на некольких годин закружит нас своей карнавальной феерой. ПОЮТ。 Продолжение следует...